В ноябре 2018 года телерадиокомпания «Атаман» транслировала сюжет о жительнице поселка Ильский Серафимии Наумовой. Пенсионерка более двух лет пыталась добиться замены электрического столба у своего домовладения. Конструкция представляла реальную угрозу здоровью пенсионерки, ее имуществу. Столб и его опоры пришли в негодность и могли в любую минуту рухнуть на дом. Для ускорения решения проблемы телерадиокомпания «Атаман» обратилась в северские районы электросети. Руководство электросетей сообщило, что замены конструкции планируются на начало 2019 года. Наша телекомпания пообещала следить за ситуацией и побывала в доме пенсионерки спустя указанный срок. Как оказалось, старую конструкцию демонтировали, а на ее месте установили новый столб. Я благодарна телевидению, благодарна главе администрации. И очень благодарна электросети, рабочим, бригада работали. Очень хорошо, спокойно, тихо, без крику, без шума, посадили надежно. Теперь я уже не боюсь, что мне дом завалит. Теперь я уже спокойно. Директор школы номер 3 «Станица Крепостной» стала одной из лучших на Кубани. Екатерина Подружная заняла третье место в 10-м краевом конкурсе «Директор школы Кубани». В конкурсе профессионального мастерства Екатерина Александровна участвовала два раза. В прошлом году директор прошла в полуфинал. В этом году я была настроена более решительно. Я достаточно серьезно готовилась к этому конкурсу. И вот заняла призовое третье место в этом конкурсе. Екатерина Подружная обошла в конкурсе более 40 участников со всего Краснодарского края, попав в призовую тройку. А все благодаря ее педагогическому мастерству, творческому подходу и богатому опыту работы. Екатерина Александровна работает директором крепостной школы с 2010 года. Общий стаж работы – 26 лет. Я всегда работала в маленьких школах, потому что мне кажется, что здесь сохраняется еще то тепло, тот уют, именно семейственность некоторых наших маленьких сельских школ. На краевом конкурсе директор школы Кубани Екатерина Подружная показала высокий уровень профессионализма. Вместе с остальными участниками она выполняла задания по решению управленческой ситуации. Анализ образовательного кейса, а также выступила с программной речью, провела мастер-классы. Мы писали эссе, в котором позиционировали себя как руководителя и предлагали варианты решения тех или иных проблем наших школ. Мы анализировали школьные сайты, по которым выявляли проблемы в тех или иных школах и предлагали свои варианты решения этих проблем. В этом году в рамках конкурса добавился еще один этап – диалог с учащимися, где директора школ общались с учениками. Формат конкурсного задания «Диалог с учащимися» подразумевал выйти на решение какого-то вопроса, который интересует и нас, руководителей школ, и вместе с тем детей-выпускников. И по итогам этого конкурса в совместной десятиминутной беседе было интересно то, что и руководители школ, и дети приходили к одному общему решению какой-то большой, волнующей детей проблемы. Екатерина Александровна считает, этот конкурс проверил не только знания директоров, но и умение эффективно управлять и делать качественное образование. Безусловно, участие в конкурсе необходимо нам, директорам, как и любому руководителю, потому что это профессиональный шаг вперед, профессиональный шаг в будущее. Ты можешь оценить себя как руководитель, можешь оценить своих коллег, как они работают, что у них нового происходит в школах, как они решают те или иные проблемы, которые возникают в любой нашей школе, вне зависимости от того, малокомплектная это школа или крупная школа. За многие годы руководство школы Екатерина подружная доказала, что она эффективный руководитель, она умная, целеустремленная, отзывчивая и добрая, но в то же время умеет быть требовательной и справедливой. Екатерина Александровна в моем классе преподает историю. Уроки проходят очень хорошо, она понятно объясняет. Очень хороший человек, добрый, отзывчивый. Хороший, отзывчивый человек. Если у тебя появятся какие-то трудности в учебе или в каких-то, может быть, даже жизненных ситуациях, ты можешь к ней подойти, спросить у нее, она обязательно тебе поможет. Наш директор принимает огромное участие и во всем помогает нашему самоуправлению. Благодаря этому мы достигаем огромных результатов. Наш директор очень легко находит общий язык со всеми детьми нашей школы и все ее любят. Елена Меркатан, Владимир Галуцкий, Павел Фесотиди, телерадиокомпания «Атаман». Ансамбль «Тополыны» из станицы Азовской признан одним из лучших на Кубани. На 18-й сессии Законодательного собрания Краснодарского края коллектив официально отнесли к особо ценным объектам культурного достояния Краснодарского края. «Тополыны» существует уже более 40 лет и давно стала визитной карточкой Северского района, неоднократно побеждая на краевых народных фестивалях. Это заслуга, естественно, не моя, а всего коллектива. И особенно я благодарна Татьяне Юрьевне Каплеевой, которая создавала этот коллектив. Создавался он так. Она ходила прямо на поле, было овощеводческое звено, и она ходила в обеденный перерыв к женщинам на поле. И они пели народные песни. Как раз такое было звено, они любили народные песни. И так они выучили несколько песен, потом она их пригласила на сцену. Зоя Ивлева руководит ансамблем уже 34 года. И как никто другой знает, что за таким высоким признанием стоит кропотливая работа, требующая полной творческой отдачи от каждого участника коллектива. Когда это свершилось, это звание нам присвоили, конечно, это гордость и радость. Но я еще раз повторяю, я понимаю, какая это ответственность. Теперь ответственность за район, это за край, потому что мы представляем фольклор нашего целого региона. Поэтому я думаю, что мы идем в правильном направлении, в том смысле, что песни мы как пели, так и будем петь чисто народные, фольклорные нашего края, нашего района и нашей станицы. Особенно того места, где мы родились и живем. На сегодняшний день ансамбль насчитывает 27 участников. В основном это люди старшего возраста. Но последние годы коллектив стал пополняться и молодежью. Активное участие в жизни Тополыны принимает ансамбль «Азовчане». Все это создает сплоченность и преемственность поколений. Когда мы проводим мероприятия, у нас участвуют на сцене детский сад, школа, гимназия, дом культуры. И так мы и живем. Мы сделали программу фольклорную, мы идем в садик, в детский сад для детей. Потом детки что-то выучили, приходят к нам. Мы идем в школу, не только школа к нам приходит. Мы идем на мероприятие в школу, поем там песни. Сюда дети приходят. То есть вот эта взаимосвязь, я считаю, она дает уже свои плоды. Станица Азовская – главная хранительница культуры и обычаев казачества в Северском районе. В этом, по мнению Зои Федоровны, и кроется секрет подобной общности. В нашей станице сохраняются обряды в быту, в жизни, не только на сцене. Ведь я ходила, носила кутю. Вот я не знаю, не во всех станицах сейчас уже носит. У нас дети и сейчас и кутю носят, и калядуют, и козу водят, и мыланку водят. Просто вот в жизни, не только мы там на сцене это делаем. У нас как-то, ну, наверное, заложено было вот хорошо это прадедами нашими, дедушками. И передавалось из поколения в поколение. От большинства народных коллективов ансамбль «Тополына» отличает присутствие в их выступлениях старинных казачьих обрядов. Участники ансамбля демонстрируют зрителю сцены из жизни казаков. Все это требует следовать продуманной сценарной работе и даже режиссуре. Но, несмотря на это, коллектив стремится не играть, а жить на сцене. Песню, когда поет настоящий казак, она же по-другому звучит. Он не придумывает что-то, он так чувствует. Поэтому, когда настоящность вот такая на сцене, мне кажется, она и воспринимается по-другому. Как считают участники ансамбля, высокое признание не повод успокаиваться и останавливаться на достигнутом. В планах у коллектива работа над новыми песнями и обрядами. В этом году «Станица Азовская» исполняется 155 лет. И «Тополына» примет активнейшее участие в праздничных мероприятиях. Руслан Лов, Владимир Галузский, Павел Фисатиди, телерадиокомпания «Атаман», «Станица Азовская». Отдел МВД России по Северскому району объявляет набор на службу граждан Российской Федерации. Критерий кандидатов – обязательно гражданство Российской Федерации, возраст от 18 до 35 лет, имеющее среднее полное образование, а также среднее и среднеспециальное и высшее учебное заведение, окончившиеся. В обязательном порядке рассматриваются кандидаты, прошедшие срочную службу в вооруженных силах, а также годные по состоянию здоровья по результатам прохождения военно-врачебной комиссии и психологического обследования. У нас вакансии имеются в дежурных частях, в полицейских ОРППСМ, в уголовном розыске, следствии, дознания. Сотрудникам предоставляется гарантированная ежемесячная оплата труда, бесплатное вещевое удовольствие, гарантированный ежегодный отпуск, предоставление льгот для поступления в высшее учебное заведение МВД, компенсация съемного жилья. За более подробной информацией о порядке оформления обращаться в кадровое подразделение отдела МВД России по Северскому району по адресу Станица Северская, улица Комарова, 2. Телефон отдела кадров 8 861 66 2 61 93 или 8 999 43 79 733. 16 марта с 9 до 12 часов в поликлинике Станицы Северской состоится открытый день здоровья на тему Всемирный день почки. Что мы должны знать? Будет работать пост здоровья. Определение индекса массы тела, измерение артериального давления, проведение ЭКГ, ФГО, УЗИ, лабораторные исследования. Прием будут вести врачи-невролог и терапевт. 28 марта 2019 года в актовом зале администрации Северского сельского поселения Государственным юридическим бюро Краснодарского края будет проведен день оказания бесплатной юридической помощи. С 11 до 12.00 пройдет рабочее совещание, посвященное вопросам оказания бесплатной юридической помощи с представителями администрации муниципального образования Северский район, органов местного самоуправления, входящих в состав района подведомственных и муниципальных учреждений, а также общественных организаций. С 12 до 15.00 будет осуществляться прием граждан. Переместить кораллы – такая непростая задача стоит перед израильскими аквалангистами. В течение 50 лет 300-метровый пляж в Эйлате был закрыт для туристов в связи с деятельностью израильской трубопроводной компании «Элат Ашкелон». Это удержало от посещения три миллиона любителей пляжного отдыха, которые ежегодно приезжают на курорт. С другой стороны, закрытие способствовало бурному процветанию морской жизни. Здесь образовались большие колонии кораллов, среди которых плавают тысячи рыб. «Здесь на дне много старых отходов, которые накапливались в течение многих лет. И сейчас нам предстоит их вывезти. Проблема в том, что многие кораллы и различные другие растения накапливались поверх этих объектов. Теперь нам нужно перенести их, прежде чем вывезти отходы». Полгода назад морское побережье открыли для туристов. Власти решили очистить дно от промышленного мусора. Однако прежде они задались целью переместить все кораллы. «Самое сложное – это сохранить богатство видов, которые здесь обитают, и уникальность этого места, с одной стороны. И в то же время позволить общественности наслаждаться природными сокровищами в заливе Аккаба». В пляжевой лате славятся обильным количеством кораллов. Чтобы рассмотреть их, здесь можно заказать подводную экскурсию и поплавать с маской. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова